Алексей окрашивает вот эти все стены, а Таизия тем временем окрашивает стену и еще одну в такой красно-кирпичный цвет. По-моему, очень богатый, да? Вся эта стена и фрагмент за пианино будет красно-кирпичного цвета. Вот это красный, вот такой красный-кирпичный, и на стене он будет выглядеть приблизительно вот так. По-моему, окажется. Итак, два цвета есть, остается последний. Его выливать нам не стоит, потому что сделается это чуть позже. Вот такая роскошная бирюза сыграет окончательную красивую игру. Вот оно сочеталось. Нравится? Очень. Ваше задание остается в силе. Терракота красная, терракота красная и очень красивый сливочный цвет для Алексея. А моя задача все это объединить. Задание нам всем понятно. Задача мастерской. Сделать некоторые вещи, которые объединяют весь интерьер в единое целое. Таких предметов будет два. Один предмет, это тот, который мы оставили в той комнате, это буфет, который будет перекрашен. И второй предмет, который будет сделан здесь, это вот эта труба. Труба, которая может соединить все стили в единое целое. Труба должна быть потрясающей красоты, полосатой. Но нужно сделать это небрежно, намеренно небрежно. Таисия хочет сделать невероятно красивый цветной декор. И должен быть декор на основе терракотового цвета. Терракота в данном случае, это основа той стены, вдоль которой будет располагаться диван. Кроме всего прочего, я усиливаю эту терракоту вот таким глубоким цветом. Но и это еще не все. Я специально беру длинную-предлинную трубу, для того, чтобы стену, вдоль которой будет располагаться диван, сделать длиннее. Эта труба удлиняет и улучшает пропорции этой комнаты. Родители отдали нам эту комнату и предоставили полную свободу выбора. Я считаю, что нужно этим пользоваться. Для меня было полной неожиданностью, что мы с Тая не могли найти компромисс. Потому что она всегда соглашалась с моим мнением. А тут, когда речь зашла о стене, она почему-то вдруг стала спорить. Я действительно хотела бы сделать кирпичную стену. Это было бы просто потрясающе. И этот еще красный цвет. Я подумала, какой красный цвет может быть? Она сейчас просто находится в том возрасте, когда хочу то, не знаю что. Таисия согласилась с тем, что нужно делать очень яркие декоративные элементы. Я думаю, потому, что брат ее захотел такой пастельный цвет слоновой кости. Именно поэтому из духа противоречия младшей сестры, я думаю, она захотела яркости. И тем более мы живем на первом этаже, и комната получается очень темной. Единственным правильным решением, как мне кажется, было покрасить комнату в светлую тона, сделать ее более светлой. Леша, он боится сложностей. И он бы не хотел делать что-то такое радикальное, менять что-то в своей жизни. А теперь освежающий бирюзовый цвет. Вот такой. Но нужно оставить еще пустое пространство для того, чтобы картон все-таки существовал в общей системе. Вы заметили, как точно совпадает цвет краски на этой трубе с цветом ткани? Это все сознательно сделано. Для того, чтобы ленточка плотно обхватывала эту трубу в этой части, спускалась и размещала красивый декор. А теперь нужно убрать трубу в сторону, она и так достаточно красивая, и заняться этими интересными вещами. Нужно аккуратно нарвать, именно порвать, а не разрезать, чтобы был красивый вот такой край. Получилась вот такая лента, и размещается она точно на бирюзовой части этого длинного стержня. Пусть она пока повисит здесь, а мне нужно нарезать кокосовые веревки. Алексей, я думаю, удивится, когда все это увидит, потому что это абсолютно не в его стилистике. Но мне нравится его желание сделать все в антикварном стиле. И, пожалуй, я поддержу его идею. Я не знаю, как это все получится, но вроде бы сочетание цветов вполне гармоничное. Хотя, может быть, и немного радикально. Вообще не каждый смелится на такой шаг покрасить стену терракотовой. Мне кажется, очень хорошо, что мы обратились к Елене Теплицкой, потому что, как мне кажется, классический цвет все-таки будет преобладать в этой комнате. Как мне показалось, она была на моей стороне. Вот этот предмет будет точно в стиле Таисии. Но нужно дополнить его вот этими лопаточками. Предмет специально сделанный для скульпторов. Они правят форму этими предметами. Я не знаю, как точно они называются, но вот такие они красавцы. Цвет дерева повторяет, слегка повторяет цвет картона. Поэтому у нас и получается согласование. Но Алексей. Нужно помнить о том, что Алексей делает сейчас уникальный буфет. И этот буфет захочет дополнений. Дополнения должны быть такими же элегантными, как новый его предмет. Он будет неузнаваемо изменен. Алексей удивится сам. Вот такой получился смешной предмет. Он еще и дребезжит, и разговаривает. Предмет этот будет висеть за спиной у дивана. На диване будут лежать вот такие подушки. Но сейчас об этом, обо всем, ни Алексея, ни Таисия не знают. И они находятся в комнате почти пастельной. Пастельные три стены, слоновые кости и терракотовая стена за спиной у будущего дивана. Все это пока им непонятно. Я думаю, что они сейчас находятся в полном недоумении. Я вложила очень много сил в покраску этой стены. Она вышла замечательно. Красная, терракотовая. Но стены, Леша, мне кажется, скучными все еще. Я покрасил стены, как и говорила Лена, цвет слоновая кость. И вот сделал еще, покрасил внутренность комода. Но, честно говоря, вот я не знаю, как это все будет сочетаться. Потому что слишком все разное. Красный и желтый. Не представляю, как это будет, честно говоря. Здравствуйте, ребят. Ну, какое дела? Ну, ничего, ничего. Вам нравится светло-желтый? Да, мне нравится. В желтом полный порядок. А вот... Терракота? Терракота мне нравится. Только непонятно, что бирюза и к чему она вообще. О, отлично. Тогда, если вы позволите, я уже один предмет принесла, доминирующий в вашем интерьере. Видите, в нем есть и один, и другой, и третий цвет. А теперь я бы доиграла этот интерьер. А вас попрошу удалиться с поля боя. На 10 минут. Ждите. Я вас позову. Секрет окна очень прост. Нужно, чтобы драпировка была очень пышная, поэтому и ткани должно быть больше. У Алексея я нашла гитару. И если ее повесить на стену, на том же уровне, по верхней точке, что и картинке, получается абсолютно достоверный интерьер музыкального салона. Поэтому вот это все необходимо. Я думаю, что это даже будет использоваться. Алексей все точно сделал, и самая центральная часть уже бирюзовая. Но я добавила бирюзы еще вот на эту окантовочку. Здесь, вы видите, есть секретный стол. И можно пользоваться. Можно пить кофе, допустим, здесь. Но и это еще не все. Здесь не хватает ручки. И этой ручкой станет такая антикварная кисточка из Непала. Ну вот, теперь кисточка стала ручкой. Очень легко вытащить столик и задвинуть его на место. А теперь мне не хватает мозаики, чтобы украсить всю бирюзовую часть. Вот эту ленточку. И сделать это лучше, поворачивая мозаику вправо и влево, тыльной стороной и фасадной стороной, парадной стороной. Лучше это делать клеящим пистолетом. Это быстро и надежно. А сейчас можно заложить новую коллекцию. Есть коллекция музыкальных инструментов, а это будет коллекция лошадей. Три уже есть. Это настоящий дагестанский антикварный келим. Очень красивый ковер. А это и есть тот самый диван, который стоял в прихожей. Теперь он мгновенно изменится и станет активным, молодым и очень ярким. Вот таким. А такой яркий диван хотел бы еще какого-то дополнительного декора. Ему нужен ассистент. Ассистент в виде такой декоративной трубы. Вот она. Ну вот, а теперь и люстра преобразилась. И звенит. Крутится и звенит. Можно звать. Алексей, Тая, заходите. Что-то изменилось? Боже мой. Новый диван. Да. Свершенно новый. Новый на старый. С бирюзой. Как я хотела. Он старый на самом деле. Это ваш прежний диван. Это наш старый? Да, просто он так обновился. Он был такой блеклый, а он просто заиграл. А что это такое? Это такой декор в этническом стиле. Мне звук нравится. Да, да, да. Он имеет отношение к искусству, но совершенно с другой стороны. Это скульптурный инструмент. Называется ТЭК. Как вы заметили, мы с братом оба люди музыкальные. Я вижу, да. Леша, а вы так сдержаны. Почему? Что-то нам пугало вас? Да, нет, я просто не ожидал, что все так получится. Я уже оставил все надежды, махнул рукой. Но вот приятно видеть работу профессионалов, что даже вот такие вот идеи, как у Таева, нужно их воплотить в жизнь. Отличные идеи, видите, все воплотилось. Ну, на самом деле, просто для профессионалов работы. Спасибо, Алена Баля. Спасибо. Она очень хорошая. Ну, это было шесть трюк. Четыре ваших и две моих. Ну, да. Лен, это моя скрипка? Да, это ваша скрипка. Здесь много музыкальных инструментов ваших. Антикварная, старая, красивая. Она очень давно, у нас очень давно. Но какой формы Лени, какой почет? Она это заслужила. Конечно, потому что бирюза выделила тот предмет, который встал на фоне этой бирюзы. В данном случае она терракотовая, почти терракотовая. И бирюза – это лучший фон. Точно. Кисточка? Подерните. Вот. Вопрос. Вы знали, что здесь есть столик? Никогда в жизни не знала. У вас теперь есть сервировочный столик. Просто он был завуалирован. Здесь у меня были ручки. А это вот что за? А это декор. Совершенно верно. Леша, вы отлично справились с заданием и перекрасили всю среднюю часть. А я докрасила вот этот ободочек и сделала еще дополнительно мозаику. Поэтому получился такой восточный настоящий буфет. А вот где вы нашли мою бас-гитару? Я уже не помню, как она выглядела даже. На ваших антресолях. Она очень красивая. Синяя. По-моему, 70-х годов, насколько я понимаю, да? Да, да, что-то в этом роде. Состояние вполне рабочее. Да, вполне рабочее. То есть у тачки антиквариат, у вас рабочее состояние гитары. В принципе, можете вот здесь же устраивать концерт. Правильно? Правильно. И вот лампа мне еще понравилась. Да, это светильник. Тоже антикварный светильник. Я думаю, что он добавит такой еще теплоты в вашей зоне инструментов. Верно? Индия. Индия, точно. Точно, это индийский. А еще, Алексей, я получила большое удовольствие от того, что у вас есть два окна. Я их развела. Видите, они симметрично располагаются. Но еще, кроме всего прочего, здесь образовался центр. Красивый центр с зеркалами. У меня такие ассоциации, что зеркалат вообще-то это вы и Таисия. А еще потребовалось что-то длинное для того, чтобы продолжить эту линию. И поэтому возникает необходимость вот в такой штуке. Эта штука приехала из Узбекистана. Ей приблизительно 60 лет. Ого, с кисточками. Время от времени можно перебрасывать на талию и носить как пояс. Так здесь можно будет устраивать всякие восточные вечеринки. Точно. Леш, а вы довольны? Да, очень хорошо, Лена. Теперь каждый из нас может приводить вполне свою компанию. Всем будет уютно здесь. Все очень хорошо. Искренне говорите? Искренне, да. Я счастлива. Лена, вы смогли нас помирить просто. Невероятно. Здорово, здорово. Вратаемся. Честно говоря, я даже не ожидал, что так вот все получится. Видимо, чуть-чуть не хватало. Не хватало мне творческого такого воображения, что касается дизайна. Но, по-моему, две идеи совместились, и мы очень довольны. Спасибо Олене огромное и даже неожиданно. И мне комната очень понравилась. Здесь столько ярких красок, и главное, что мы с Лешей смогли найти общий язык наконец-то. Друзья, если у вас возникают цветовые разногласия, и вы не можете их разрешить, пожалуйста, напишите мне письмо. Я с удовольствием приеду и помогу вам. Дизайн – это сила. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!